Благодарю всех присутствующих, что пришли послушать мой рассказ о фотографии Ордене и должна сразу сообщить, что я не являюсь ни историком фотографии, ни искусствоведом, ни музееведом. Я много лет проработала фотографом в Ленинградском отделении Института Востоковедения Российской Академии Наук, сейчас это Институт Восточных Рукописей, в котором хранится огромная рукописная коллекция и некоторое количество исторических фотографий, которые хранятся отдельно от рукописной коллекции. Это архив Востоковедов и его подразделение «Фотоархив». Пришла я туда на работу в 1989 году, и в основном работа заключалась в репродуцировании подлинников рукописей, подготовке их к изданию или изготовление рабочих фотоотпечатков для сотрудников, которые не имели возможности работать с подлинными рукописями на дому или пользовались фотографиями. После нескольких лет работы вдруг совершенно неожиданно возник проект, проект публикации исторических фотографий, хранящихся в коллекциях Ленинграда. Инициатива этого проекта вот она пришла из Москвы. В Ленинградское отделение Института приехал сотрудник Московского института Востоковедения, филиалом которого на тот момент являлся институт, где я работала, с предложением издать исторические фотографии, хранящиеся в архиве Востоковедов в виде альбомов. В виде альбомов предполагалось, что печататься эти альбомы будут за границей в известном английском издательстве Гарнет. И начать эту серию альбомов предполагалось с региона Средняя Центральная Азия, а именно с трех городов Бухара, Хива, Самарканд. Руководителем этого проекта был Виталий Вячеславович Наумкин, сотрудник Московского института, известный арабист, сломовед, политолог, дипломат. Содержимое вот этих вот будущих альбомов планировалось, значит, ограничить не только регионам Центральной Азии, но в дальнейшем распространить и на Дальний и Ближний Восток. Вот, но начали они именно вот с этих. И предполагалось, что фотографии будут отобраны из архива, в первую очередь, Института Востоковедения, потом Института археологии и архива Русского географического общества. Вот, и, значит, после какой-то некоторой предварительной работы первым альбомом решено было сделать Бухару. Вот, значит, по перечню фотографов, которые планировалось включить в этот альбом, значит, это были в первую очередь фотографии Дмитрия Ермакова, Александра Энгеля, частично Поля Нодара, что-то из альбома Муренко. Вот, и довольно значительное фотографии, количество фотографий, вот лично мне, абсолютно неизвестного фотографа по фамилии Орден. Отличительной особенностью фотографии Ордена было наличие, значит, подписей, как правило, в нижнем или верхнем углу или в нижней половине фотографий, содержащих название снимка, некий номер, предположительно каталожный, и характерную подпись, в которую как-то вот своеобразно сочетались латинские, одна латинская буква Н и остальное кириллица. Вот, значит, таких фотографий оказалось довольно много по всем трем городам, и по Самарканду, и по Бухаре, и по Хиве. Значит, каждый альбом предваряла вступительная статья, вот конкретно к первому альбому Бухара, статью писала Галина Вацлавна-Должневская, заведующая фотоархивом Института археологии. И вот там она, описывая, значит, фотографов и в биографии касательно вот этого самого Ордена, она пишет о нем, как о известном французском путешественнике и фотографе, посетившем в конце 19 века регионы Кавказа, Средней Азии, и создавшего цикл фотографий. Как-то тогда я не очень заинтересовалась этим фотографом, но обратила внимание на то, что по сравнению с фотографиями, авторскими фотографиями Ермакова, Энгеля, особенно Нодара, качество, ну, скажем так, было очень тяжело для репродуцирования. Тогда не было цифровой фотографии, приходилось переснимать, используя аналоговые методы, вот, и самое трудное было переснимать именно фотографии Ордена, потому что там как-то и контраст был неравномерный, освещение, вот, и как-то уже потом, пересняв некоторое количество фотографий, я стала приходить к выводу, что все-таки это не оригинальные авторские отпечатки, что это изначально это были какие-то репродукции, вот, которые по какой-то причине вошли в коллекцию архива востоковедов и были включены в этот альбом, вот, но, значит, тем не менее специалисты почти все это время говорили о фотографиях, приписываемых французскому путешественнику Орде, как о подлинных авторских фотографиях. Сирия альбомов исторических фотографий благополучно вышла, вот, распространялась она, правда, в основном за рубежом, но какое-то количество экземпляров поступило и в Россию, в крупнейшие библиотеки, музеи и, конечно, сразу вызвало интерес и внимание со стороны специалистов, потому что это, наверное, это был первый опыт, начиная с начала 20-го века, конца 19-го, начала 20-го века, публикации исторических фотографий именно как вот объектов музейного хранения. Возможно, они до этого использовались в качестве иллюстрации без указания авторства, ну, как иллюстративный материал, вот, но после того, как они были опубликованы впервые в виде, может быть, почтовых открыток на рубеже 19-20 веков, после этого, вот, я не могу припомнить, чтобы их публиковали именно вот в таком вот варианте. После выхода этих альбомов прошло, наверное, лет 15, вот, когда, в течение которых я больше не обращалась к этому материалу, вот, как-то так, были другие проекты, вот, но, значит, наступила эпоха всеобщей цифровизации, вот, и возникла идея о цифровке фотоматериалов, хранящихся в архиве востоковедов, значит, как-то в течение этого времени он был практически недоступен для исследователей, поскольку считался неописанным, то есть, вот, исключение было сделано для публикации этих альбомов, вот, в дальнейшем его как бы заморозили, вот, потом решено было оцифровать, ну, а проблемы описания решать уже в дальнейшем, значит, по ходу оцифровки. Существовала предварительная опись фотографий этого архива, в которой они были зашифрованы по размеру фотографий по аналогии с рукописями, то есть, от, значит, самых маленьких шифра А до самых больших шифра С. И вот фотографии фотографа ОРД относились к шифру С, вот, и находились как бы в самом конце этого архива, поскольку, значит, размер альбома, в котором они содержались, да, альбом представлял себя, значит, вот такую папку с крышкой, на которой было название вида и типа Востока с указанием дат, и листы картона, на которых были наклеены альбоминовые отпечатки разного размера, значит, общим количеством порядка 800 штук. Вот, и, значит, решено было оцифровку начинать с шифра А до вот этого самого шифра С, то есть, он находился в самом конце. И к моменту, когда я дошла до пересъемки, значит, этого замечательного альбома «Фотографии Ордена», мне пришлось переснять довольно значительные коллекции кавказские Ермакова, известного фотографа, работавшего в регионе Кавказа и Средней Азии, Владимира Барканова, несколько единиц хранения, содержащих фотографии Александра Энгеля, и к моменту, когда я дошла до пересъемки альбома «Фотографии Орде», у меня уже сложилось какое-то там, какие-то зрительные впечатления о переснимаемых фотографиях, и когда я стала переснимать его фотографии, я поняла, что где-то я их уже видела. И просматривая предыдущие коллекции Ермакова и Барканова, я обнаружила, что довольно значительное количество фотографий Ордена является фотокопиями не очень хорошего качества авторских фотографий вот этих фотографов. Ну вот в качестве примера хочу привести фотографии тифлистского фотографа Владимира Барканова. Фотографии на бланках его отелье портретные. Большая коллекция фотографий под названием «Виды Кавказа. Древности и типы населения», содержащие фотографии церковных древностей и этнографические типы населения. В архив «Востоковедов» эта коллекция поступила из Пушкинского дома, куда была передана вдовой известного историка Семьевского, Елизаветы Семьевской, о чем свидетельствует «Экслибрис» на обложке папки, в которой содержались эти фотографии. Вот это фотографии наклеенные на белый картон размера 30 на 50 примерно. Вот изумительного совершенно качества альбуминовые отпечатки тонированные в сепию значит с подписями сделанными на паспарту наклеенные этикетки значит машинописью. Если сравнивать, да это пример этнографических типов. Теперь вот фотографии Ардена. Оригинал Барканова и фотография из альбома фотография Ардена. Сюжет тот же самый, но совершенно очевидно, что это оригинальная авторская печать. Вот это явная фотокопия. Значит, пример подписи. Значит, ну я так полагаю, что изначально фотографии Барканова продавались в виде просто ненаклеенных альбуминовых отпечатков и в этом случае он маркировал их рукописной подписью на стеклянном негативе в углу снимка. Значит, вот название, номер его каталожный и фотография фото Барканова. Значит, на этом же самом месте, на фотографии Ардена, то же самое название, подпись Арден и номер уже по каталогу Ардена. Каким образом вот произошла такая подмена? Это могло быть счищено на уровне стеклянного негатива, вот могло быть замазано на отпечатке, допустим, и переснято, об этом судить трудно. Вот, но совершенно очевидно, что есть оригинал и есть его фотокопия. Вот еще один пример, значит, оригинальной фотографии. Сионский собор в Тифлисе, Ризница, и репродукция, входящая в коллекцию фотографий альбом Ардена. Кавказ, грузинские церковные облачения. То же самое, значит, вот характерная подпись Арден. Следующий источник, так сказать, скажем так, фоторепродуцирования, это коллекция фотографий Дмитрия Ермакова. Ну, в архив востоковедов, я так понимаю, эта коллекция поступила с архивом академика Кавказоведа Брасе, с которым Ермаков состоял в переписке. Вот они обменивались сведениями об археологических раскопах на территории Кавказа. И в дар, значит, академику Кавказоведу, учитывая сферу его интересов, Ермаков просто присылал альбомы своих фотографий. И еще большая подборка его фотографий периода русско-турецкой войны 77-78 года поступила в архив востоковедов, как я понимаю, с того же Пушкинского дома. Дело все в том, что после Октябрьской революции огромное количество архивов, библиотек и коллекций оказалось брошенными своими владельцами, которые вынуждены были по каким-то причинам срочно уехать в эмиграцию. И в какой-то момент Академией наук было принято решение собирать эти коллекции и свозить их в Пушкинский дом. Там их сортировали по тематике. То, что имело отношение к Востоку, отправлялось в тогдашний Азиатский музей, приемником которого стал Институт Востоковедения. Соответственно, проанализировав и сопоставив экспонаты альбома Ордена и коллекции Ермакова, однозначно тоже можно было прийти к выводу о том, что фотографии, использовавшиеся для создания коллажей, которые тоже входили в состав коллекции Ордена, или просто отдельные фотографии, также были сделаны из фотокопий оригинальных авторских отпечатков Ермакова. Вот еще один пример оригинальной фотографии Ермакова и фотографии из альбома «Фотография Ордена». Что касается Ермакова, он тоже создавал коллажи, как из своих фотографий, так и из чужих, потому что, как показывают последние исследования, 18 тысяч отпечатков, входившие согласно изданному им каталогу в его коллекцию, в большинстве своем тоже не являются авторскими. Он приобретал фотографии других фотографов. Правда, единственное отличие в том, что он не подписывал их своей фамилией. Он включал их в свой каталог, и, как правило, для этих фотографий характерно наличие вот такой вот плашки внизу фотографии или сбоку с его каталожным номером и названием. Фамилия фотографа не указана ни на одной его фотографии. На его авторских фотографиях есть либо фамилия на бланке от Илье, либо тесненная фотография, в том случае, если это просто фотография на паспарту. Причем, значит, вот в этой коллекции существует разного рода коллажи. Иногда это просто вот такие вот выстроенные линейно фотографии, объединенные одной этнографической темой, либо по географическому принципу Персия-Герат. Вот. Причем, какую-то логику в этой компиляции найти трудно. Ну, допустим, это объединено темой персияни. Вот. Но если взять фотографию вот этого вот Перса, центральную, вот, то он подписан на фотографии Ермакова как Ахунт, то есть человек-ученый. Вот. Но сфотографирован, смонтирован монтаж Ардена. Получается, что это просто какой-то богатый пирс в окружении женщины своего гарема. Вот. На самом деле, это три разные фотографии. Вот. Женщины. Да. Причем, в качестве задника использована декорация из персидского ателье, в котором Ермаков снимал, находясь в Персии. Вот. Ну, в какой момент произошла вот эта вот подмена, как это проследить хронологически, что было раньше, ну, довольно трудно. Вот. Если судить по надписи на крышке альбома «Фотография Ардена», вот, то, ну, диапазон, значит, довольно большой – 1984-1992 год. В Персии Ермаков был раньше. Значит, ну, в какой момент, значит, фотографии оказались объектом репродуцирования или вот такого вот монтажа, ну, судить трудно. Изначально я думала, что, возможно, это какой-то любитель, значит, переснимал оригинальные фотографии и дальше монтировал их на листы, объединял в коллекцию, и вот эта коллекция попала в Институт Востоковедения каким-то образом. Но где-то, значит, примерно в начале 2000-х годов появилась информация о четырехтомнике фотографий Кавказа и Средней Азии, хранящемся в отделе эстампов Российской Национальной Библиотеки. Автором этих фотографий тоже был написан, значит, Арден. Как выглядит этот самый четырехтомник? Ну, по оформлению это несколько отличалось от коллекции Института Востоковедения. Вот, это просто альбуминовые фотографии, наклеенные на картонные листы и переплетенные в четыре тома. Вот, причем, значит, совершенно произвольным образом. Даже нельзя сказать, чтобы как-то там это тематически один том отличался от другого. Просто вот так вот подряд. Как правило, либо одна фотография, либо две на листе. Вот, ну, значит, к счастью, мне удалось получить доступ к вот этому вот четырехтомнику. Просмотрев его, я пришла к выводу, что, ну, в несколько меньшем объеме, но он почти полностью повторяет содержимое альбома, хранящегося в архиве Востоковедов. То есть, тут уже говорить о том, что это какой-то вот один любитель сделал фотокопии, собрал их вот в такую коллекцию, и эта коллекция попала сначала в публичную библиотеку, а потом второй экземпляр Востоковедения, как-то так вот довольно трудно. Скорее всего, это все-таки действительно продукция какого-то отелье того времени, конца девятнадцатого века. Вот это вот пример, значит, фотографии из четырехтомника отдела из Тампов Российской национальной библиотеки. Ну, дальше я просто уже как-то стала более подробно интересоваться этим вопросом. Вот, и в первую очередь меня заинтересовало, откуда появилась вообще информация о таком французском фотографии-путешественнике. Галина Васловна-Длужневская ничего по этому поводу сказать не могла. Предполагаю, что информация об этом фотографии была взята ею из какой-то зарубежной публикации, потому что в числе фотографов, перечисленных среди лиц, посещавших Туркестан, ну, тогда, в общем, любой иностранный путешественник, значит, должен был получать официальное разрешение от местных властей на право посещения и фотосъемки. На тот момент это были уже российские владения, вот, от колониальной администрации. И сохранились вот эти вот списки, и, видимо, в какой-то из иностранных публикаций в перечне фотографов действительно был фотограф Орде, вот как я нашла потом в более поздней публикации, это была женщина по фамилии, по имени Мари, Мари Орде, ну, хотя Мари это может быть мужское имя, которое действительно посетило Туркестан в 80-х годах XIX века. Ничего не известно о том, фотографировала она или нет, в этих списках она присутствовала. Вот, возможно, информация была оттуда. В публикации Валерии Александровны Прищеповой иллюстративной коллекции средней, консткамеры по Средней Азии, тоже анализируются, значит, фотографии авторства Ордена, вот, но она делает такое предположение о том, что это все-таки не иностранец, это русский фотограф, вот, возможно, первая буква его фамилии в подписи F, это сокращение от фотографа F, дальше идет, значит, фамилия Орде, вот, а последняя латинская N, это заглавная буква имени, допустим, Николай, вот, значит, фотограф Орден Николай, вот так вот, вот, ну, вот такое вот предположение. Поэтому в дальнейших публикациях уже как-то так тема французского фотографа слегка усихла, вот, но как-то так уже пишет о фотографе N Орде, вот так вот, не расшифровывая полностью его имя, вот, просто вот по фамилии. Ну, дальше я просто стала искать среди фотографов, снимавших в этом регионе, ну, то есть вот часть фотографий удалось определить, да, что это вот фотокопии, с каких именно подлинников были сделаны остальные фотографии. Поэтому я просто стала просматривать коллекции фотографий фотографов этого региона, и периодически стала действительно находить аналогичные фотокопии среди коллекций Российского этнографического музея, Кунсткамеры, которая в это время как раз начала активно выкладывать на своем сайте фотографические коллекции онлайн, вот, Институты истории и материальной культуры, Музей истории Петербурга, ну, и вот Институт восточных рукописей, который никуда выкладывать фотографии не стал, вот, но поскольку я сама с ними работала, вот, то определенный анализ этих отпечатков могла произвести, вот, как-то уже с большей пользой, чем раньше. Что касается фотографов, то предположительно, помимо Ермакова, Барканова, Ройнова, фотографии которого тоже стали публиковаться на сайтах грузинских архивов и библиотек, Лейбина, фотографии которого хранились, последствия землетрясения города Вернова, хранились в архиве востоковедов, Энгеля, Мишона, Тили, Шамхарова, Никитина, возможно, Севрюгина, Кривцова, Кондратского и Ваюцкого. Вот, это вот такой примерный перечень фотографов, которые мне удалось выявить в качестве источников формирования коллекции фотографий Ордена. Ну, вот это вот образцы примерные, значит, коллажей. Да, знаменитый туркестанский альбом, вот, и оттуда тоже брались фотографии для этой коллекции, вот, более-менее хорошего качества пересъемки, вот, но тоже очевидно, что репродукция. Вот, фотографии бакинского фотографа Александра Мишона, вот, самый такой яркий пример, это фотография Ордена с названием «Пирсия, Тегеран, народное кладбище» и оригинальная фотография Мишона «Баку, древнее мусульманское кладбище», то есть даже географически это абсолютно другой регион, и просто автор, ну, если действительно считать автором фотографии Ордена, то перепутать мусульманское бакинское кладбище, а это явно оно, вот, с персидским, ну, как-то для автора это не характерно. Фотографии Лебина. Отдельная тема — это фотоколлажи, тоже входящие в альбом, фотографии Ордена, вот, это, как правило, исторические, сделанные с огромным количеством ошибок, вот, и смонтированные из фотографий ателье Ройнова. Антропологические коллажи, вот, но это вообще, как бы, отдельная тема, потому что антропологический коллаж, входящий в коллекцию Ордена, сделан на материале антроподологического атласа французского исследователя и путешественника, Уйфальве, посетившего Среднюю Азию в период с середины 70-х до начала 80-х годов. Значит, самому ему запретили антропологические съемки, но он воспользовался услугами ташкентского фотографа Владислава Козловского. Вот, значит, это фотографии Козловского, вот, из которых каким-то образом Орден смонтировал свой антропологический коллаж, причем, по-видимому, используя фотографии, полученные каким-то образом от самого Козловского, потому что вот, помимо вот этого коллажа, в его коллекцию входят вот отдельно взятые фотографии. Если бы он переснимал их с издания, вот, то, скорее всего, его он не мог бы придать им прямоугольную форму, вот, поэтому, потому что здесь они уже виньетированы, поэтому либо он пользовался негативами Козловского, либо Козловский продавал ему отпечатки с негативов, сделанных по заказу французского путешественника. Этнографический коллаж, входящий в коллекцию Ордена, сделан по материалам, опять же, фотографий Козловского, типа народности Средней Азии, вот, смонтированные вот таким вот образом. Ну, значит, да, вот, что касается географии, фотографий, входящих в альбом Ордена из архива востоковедов. Помимо фотографий, относящихся к региону Средняя Азия, вот, там присутствуют фотографии Бессарабии, Малороссии, несколько фотографий Москвы и Петербурга. И вот, что касается Бессарабии, это тоже совершенно случайно, на сайте Нью-Йоркской публичной библиотеки я обнаружила альбом «Виды Кишиневой окрестностей» и «Бессарабская сельскохозяйственная выставка». Это альбом авторства Павла Моисеевича Кондратского, фотографа, работавшего в Кишиневе, и датирован он 1889 годом. И, опять же, фотографии, оригинальные фотографии Кондратского, очень хорошего качества, альбомин, тонированный в сепию, наклеенный на паспарту с такого вот оригинального художественного оформления, вот, и использованы Орденом в коллекции Ордена для создания вот таких вот этнографических коллажей. Вот в «Кунсткамере» как бы тоже присутствуют фотографии Кондратского, но уже в качестве автора Орден. Ну, если, значит, следовать информации, опубликованной Валерией Александровной Прищеповой в ее книге «Иллюстративные коллекции», то «Кунсткамера» совершила две закупки фотографий Ордена. Это был 1994 и, если не ошибаюсь, 1996 год. Вот, они были закуплены в два приема, причем в одном случае в акте приемки указана фамилия Ордер, вот, в другом Орден. Вот, фотографии были куплены, вот, значит, общим количеством, они сформировали две коллекции, общее количество фотографий более 300 штук, единиц хранения. Вот, то есть после, значит, 840 фотографий из архива востоковедов и более 500 отдела истампов РНБ, значит, это третье по значению количества коллекции, хранящаяся в музейном собрании. Количество количественных примеров набралось уже достаточно, вот, на тот момент, и, как бы, я уже практически оставила эту работу, вот, когда вдруг совершенно неожиданно получила сообщение от коллег из Узбекистана о том, что в Центральном государственном архиве Республики Узбекистан нашлись документы. Вот, это, собственно, наручное опрошение военному губернатору Ферганской области от фотографа-корреспондента императорского русского технического общества Ордена от 4 сентября 1884 года. Вот, то есть, как бы, уже какая-то связь появилась между фотографиями Ордена и самой личностью фотографа. Помимо этого, в одном из документов содержалось указание о том, что Василий, да, во-первых, имя появилось, Василий Орден, во-вторых, сословная принадлежность, бийский мещанин. Также прошение от его жены Елизаветы Орден, датированное уже 1987 годом. Как я поняла, разрешение на фотографическую деятельность он благополучно получил, вот, и следующее, что мне прислали коллеги, это оригинальные снимки фотографического ателье Орден, сделанные, по-видимому, как раз в этот период, после получения им разрешения на работу в Ферганской области. Ну, вот, какую информацию можно извлечь было из этих снимков, это то, что, значит, ну, вот, как бы ничего особенного, обычная продукция провинциального фотографического ателье, вот, причем, значит, судя по надписям на бланке, в Сибири и степи, это даже не было стационарным ателье, скорее всего, что-то такое передвижное. Вот он перемещался из одного города в другой и фотографировал, выполнял работу на заказ, в основном портретная съемка. Если судить по медалям, указанным на обороте, то, в принципе, это тоже стандартный набор из медалей Дагира, Ньепса и Тальбота, которые обычно размещали на оборотной стороне своих фотографий фотографы, не увенчанные никакими другими наградами. Вот, то есть, значит, могу сказать, что произошел на тот момент какой-то сдвиг. Во-первых, отошли от идеи французского фотографа, вот, все-таки, какая-то появилась привязка к реальному лицу, вот, и стало известно его имя, вот, примерно на период времени, в котором он работал, в географический регион, и, значит, дальше, опять же, коллеги посоветовали мне монографию, изданную за рубежом. Ну, в принципе, это было исследование персидского как-то визуальной культуры эпохи каджаров, произведенная испанской исследовательницей Кармен Гонсалес. И, в частности, как пример, значит, вот этой вот визуальной культуры того времени, она описывает коллекцию, хранящуюся в музее, в этнографическом музее города Вена. Значит, и вот эта вот коллекция, значит, она была приобретена в 1896 году после получения двух писем из Петербурга от, значит, некоего лица по фамилии Орден. Вот, и фоксимили этих писем она публикует, но, к сожалению, в интернете очень плохое качество, вот, поэтому я только приблизительно смогла разобрать подпись в Орден, что, в принципе, стыкуется с именем Василий. И пример, там, по-моему, прескурант был указан, значит, расценки на фотографии. По ее подсчетам, значит, коллекция фотографий Средней Азии, Персии и Кавказа. Количественно, это более 300 единиц хранения, вот, и, судя по иллюстрациям, которые она привозит в свои книги, это те же самые фотографии, которые присутствуют в альбоме архива востоковедов и четырехтомника альбома, хранящегося в отделе Стампов Российской национальной библиотеки. Вот, ну, соответственно, она тоже, значит, пишет о нем как о реальном лице, правда, и как о фотографии, авторе этих фотографий. Вот, и сами фотографии она считает авторскими. Ну, вот тут на иллюстрациях видно, что это тот же самый этнографический коллаж, те же самые, значит, этнографические коллажи, сделанные с фотографий Ройнова, Барканова и Ермакова. Вот, персидские фотографии, возможно, репродукции фотографий Севрюгина или Ермакова. Появились все-таки уже какие-то письменные свидетельства в виде писем хотя бы. Значит, дальше я уже просто стала искать в интернете, и совершенно случайно вышла на записки провинциального чиновника второй половины XIX века, опубликованное доцентом Алтайского педагогического университета Павлом Афанасьевым. Вот, очень-очень интересная рукопись, и заинтересовало меня там упоминание о Зыряновском приказчике по фамилии Арден. Архив этого Евгения Поликарповича Клевакина, служившего на Урале и Алтае в качестве начальника пожарной службы на разных рудниках, вот, довольно большой. И, в частности, там в этом двувтомнике был опубликован текст его зарисовок, названных им описание личностей Зыряновских. Когда он работал в поселении Зыряновский рудник, он, ну, как бы развлекался тем, что описывал своих коллег по службе на руднике, знакомых. И, в частности, вот они у него были пронумерованы. И, в частности, вот семья Киселевых, Гаврила Васильевича и его супруги Лидии Егоровны. Касательно Гаврила Васильевича, он пишет, что он имеет много фотографических карточек, снятых с разных местностей и жителей Средней Азии. А про жену, что она дочь бывшего издевшенного купца, который умер, а жена его вышла замуж за приказчика по фамилии Арден, который сам стал купцом, а потом проторговался и, выучившись фотографией, отправился путешествовать с ней по Средней Азии, снимая разные достопримечательности городов в Туркестане русском, Кульджен и китайских владениях. Снимает также отдельные карточки группы, сонародцев, китайцев и прочих. Киселеву много фотографий Ардена, который, судя по имеющимся здесь фотографиям, хорошо изучил это дело. Записи относятся к 1886 году. Вот, ну, с одной стороны, да, это лишний раз доказывает то, что Арден действительно существовал. Вот, это, возможно, действительно, так, географический Зыряновский рудник, это совсем рядом с Бийском. Вот, действительно, это, видимо, было его местом его работы какое-то время или проживание. И единственное, что вступает в противоречие с предыдущей информацией, это то, что фотографии признаны хорошими, вот, и, скорее всего, речь идет об каких-то оригинальных фотографиях, а не о репродукциях. Дальше, совершенно случайно, тоже возникает информация, опубликованная казахским археологом Рогоженским в вестнике Казахского университета. И фотография посвящена первой фотосъемке Большого Семереченского алтаря. Вот, это археологический памятник, буддистский жертвенник, найденный в 1884 году в окрестностях города Верной. Вот, и тут уже появляются совершенно четкие документы, документы, хранящиеся в Государственном архиве Республики Казахстан. Это расписка, выданная фотографом, который осуществил первую фотосъемку этой археологической находки по месту ее нахождения. Впоследствии этот алтарь был передан, переправлен в Петербург и в настоящий момент хранится в одном из отделов Эрмитажа. Вот, выставлен в постоянной экспозиции, отреставрирован, вот, и вполне доступен для обозрения. Вот это вот первая его фотография, и как следует из расписки, из копии расписки, вот, она сделана вирнинским фотографом Арденом. Вот, инициалы не указаны, но указано, что за свою работу Арден получил за фотографию в шести экземплярах он получил 6 рублей, довольно значительную сумму по тому времени. Вот, значит, заказчиком фотографии выступил известный востоковед, на тот момент чиновник местной администрации Николай Пантусов. В дальнейшем Пантусов продолжил свою археологическую деятельность. Вот, и это было характерно для многих чиновников местной администрации того времени, колониальной администрации, увлечение археологией. Но к услугам Ардена он уже не прибегал, приобрел собственный фотоаппарат. Видимо, первый опыт общения с фотографом как-то его не устроил, и в дальнейшем он уже услугами Ардена не пользовался. Но, значит, если дальше анализировать коллекцию, это уже я просто по собственной инициативе продолжила свои исследования альбома, хранящегося в архиве востоковедов, то там есть, во-первых, фотографии жителей китайского Туркестана, вполне хорошего и оригинального качества, которые подходят по описанию к тем фотографиям, о которых пишет в своих мемуарах Клевакин. А также есть фотографии археологических находок, сделанных в том же регионе Семерической области с намогильных памятников Нестрианского кладбища. В принципе, Пантусов продолжил свои археологические изыскания именно в этом районе, и, возможно, все-таки он не сразу отказался от услуг Ардена. И эти фотографии тоже вполне профессионально сделаны, но тоже вот с подписью Ардена, правда, несколько ошибочные. Он датирует их четвертым веком нашей эры, вот, на самом деле, 13-14 век. Вот, возможно, все-таки это действительно тоже является авторскими фотографиями Ардена. Дальше появляется информация о географической выставке 1892 года в Москве, в которой тоже среди участников в каталоге указан тифлистский фотограф Арден, предоставивший ряд своих авторских фотографий для экспозиции этой выставки. А также его фотографии входили в коллекцию, представленную директором Кавказского статистического комитета Николаем Карловичем Зейдлицем, вот, вместе с фотографиями того же Ермакова, Барканова, в том числе и фотографии Ардена, то есть как лично им, то есть и в составе коллекции. Вот, ну, везде фигурируют авторские фотографии хорошего качества. Я не думаю, чтобы, ну, хотя тематически выставка, как бы, была не фотографическая, вот, а географическая. Основной упор там делался на картографию, приборы, вот, но, тем не менее, фотографии тоже, значит, были весьма таким хорошим эффектным дополнением выставочной экспозиции. Выставка проходила в историческом музее, и фотографии Ардена там экспонировались наряду с фотографиями Нодара и Энгеля. Ну, маловероятно, что это были какие-то вот такие вот плохие копии с оригинальных авторских отпечатков, то есть, все-таки, видимо, какая-то часть авторских фотографий Ардена существует. Да, выставка была организована известным географом и организатором российского общества любителей естествознания Анучиным, вот, и по окончании этой выставки часть экспонатов была передана в коллекцию, организованную им музея, географического музея при Московском университете. Вот, в дальнейшем, как-то, вот, судьба этой коллекции, она использовалась в качестве учебного пособия для студентов университета, потом, значит, музей был ликвидирован, часть его коллекции вошла во вновь организованный уже в советское время, музей землеведения, и вот, относительно недавно появилась публикация, двухтомник, образы России и мира в коллекциях Анучина, вот, но я внимательно посмотрела опубликованные там фотографии, ничего похожего на Ардена я там не нашла, вот, ну, по результатам этой выставки, часть лиц, предоставивших свои работы для экспонирования, была награждена или там было присвоено звание действительных членов общества, в частности, Энгель, который подарил шесть своих альбомов лично Анучину, вот, значит, по-моему, там был награжден большой серебряной медалью, Арден нигде не упомянут в отчете, поэтому, что в дальнейшем стало с фотографиями, которые участвовали в этой экспозиции, сказать трудно, возможно, возможно, они вообще пропали, возможно, как-то вот перешли и рассредоточены в других коллекциях. Самая такая, наверное, крупная находка обнаружилась в Государственном историческом музее, возможно, это один из шести альбомов Энгеля, которые он предоставил для экспонирования на Московской географической выставке, вот, это, значит, альбомы видов и типов Средней Азии, типа Средней Азии, вот, но туда же вошли, как я поняла, и частично фотографии из его знаменитой серии по Закаспийской военной железной дороге, вот, ну и вообще, как я поняла, что он был командирован вообще для съемок в этот регион как раз от географического общества и провел там, наверное, несколько лет в этой длительной командировке, и ему переписывается подарочный экземпляр видов Закаспийской железной дороги, который я тоже обнаружила в Нью-Йоркской публичной библиотеке, там не указан фотограф, но, скорее всего, это действительно Энгель, и, значит, вот ряд замечательных совершенно фотографий, которые тоже, фамилия фотографа там не указана, но хранитель коллекции фотографий XIX века Государственного исторического музея атрибутировала на основании известных фотографий с доказанным авторством Энгеля, вот, атрибутировала весь альбом как альбом авторских фотографий Александра Карловича Энгеля, вот, и, значит, почти все эти фотографии в виде репродукции есть в альбоме архива Востокоедов и в коллекции отдела эстампов Российской национальной библиотеки, вот, вот, примеры, значит, это вот самые известные фотографии из коллекции Ордена и оригинал Энгеля, вот, Орден-Энгель, Орден-Энгель, вот, и знаменитая фотография, которая в коллекции Ордена имеет название Киргиз и Амуд, вот, еще характерная особенность этого альбома, на паспарту название фотографии на французском языке, вот, и, значит, просто вот анализ этих подписей лично меня вот натолкнул на мысль о том, что, возможно, в качестве оригинала для пересъемки Орден использовал именно эти фотографии, потому что, ну, Киргиз-Емуд это маловероятно, потому что Емуд это название туркменского племени, откуда взялся Киргиз-Емуд, а оказывается, значит, вот во французском названии этой фотографии есть термин, ну, намад, кочевник, вот, и такое впечатление, что он просто просчитал намад, как и Амуд, вот, и включил это в название, судя по тому, что вот сейчас публикуется в государственном музейном каталоге, исторический музей московский, наверное, обладает самой большой коллекцией фотографий, включающих в себя фотографии Ермакова, Ордена и Энгеля, вот, поэтому материал для сравнения, вот, и дальнейшего анализа, наверное, самый такой подходящий в их коллекции. Откуда могла еще вот взяться легенда о французском путешественнике Орде? Вот, вот, ряд, часть фотографий, помимо, значит, подпись Ордена содержит еще вот вот такую вот полоску внизу с французским названием, вот, опять же, значит, вот на фотографиях Энгеля французская подпись. Ну, я предположила, что, возможно, поскольку это относится к периоду строительства за Каспийской военной железной дороги, руководитель строительства, генерал Ланенков, был крайне заинтересован в такой вот широкой рекламе этого строительства, и на момент завершения этого проекта, значит, когда эта дорога дошла уже до Самарканда, на торжественное открытие железной дороги, он пригласил большое количество иностранных гостей, вот, по какой-то там причине, может быть, по каким-то родственным причинам, потому что его шурином был француз. Хлопотный процесс, вот, стеклянные пластинки, портативные камеры на тот момент были не у всех, вот, поэтому проще было воспользоваться услугами местных фотографов, вот, возможно, французские подписи делались именно для них или ими самими, вот, для фотографий, купленных у местных фотографов. Ну, и самое, так сказать, для меня приятное, это было то, что по результатам моего выступления на последней конференции Росфото и публикации статьи в Росфотовском сборнике, опять же, значит, хранитель коллекции из исторического музея совершенно неожиданно прислала мне фотографию Ордена, вот, то есть, я даже просто глазам не поверила, но, оказывается, у них действительно есть такая фотография, вот, и то, что это действительно никто-нибудь, а именно Орден подтверждается дарственной надписью на обороте. Предположительно, вот этот большой массив фотографий был, скорее всего, продан Ордену, Орденом, значит, известному коллекционеру Алексею Петровичу Бахрушину, после смерти которого архив и коллекция поступили на хранение в исторический музей. В этой подписи он называет себя выезжором-фотографом. Датирована фотография 1893 годом. Судя по фотографии, ну, не знаю, лет 40, наверное, ему на тот момент, то есть, примерно год рождения, ну, да, вот, где-то 53-50-е годы. Вот, таким образом, завершая, так сказать, вот, подводя некоторые итоги, вот, могу сказать, что, ну, действительно, это не мистификация, вот, это не французский путешественник, это действительно реально существовавший человек, вот, фотограф, в какой-то момент, видимо, решивший оставить занятия фотографией или параллельно со своими занятиями фотографии, занялся коммерческой деятельностью. Вот, выезжор, ну, выезжор, возможно, он путешествовал по различным регионам Российской империи, скупал у местных фотографов фотографию, либо негативы, вот, возможно, где-то были ликвидированы отелье, значит, и негативы распродавались, вот, собирал свою коллекцию, которую довольно активно предлагал в музейное собрание. Вот, ну, вообще, очень удачный был, конечно, ход, потому что, вот, как-то именно его коллекция оказалась самой востребованной на сегодняшний день. То есть, ну, вот, фотографии Ермакова, да, у него есть каталог, но, как-то так, он в основном дарил, он не продавал. Фотографии его, ну, как-то вот так, рассредоточены по разным коллекциям, в основном частным. Такого крупного музейного собрания в России нет. Что касается негативов, хранящихся, ну, основная часть его коллекции хранится в Тбилиси, в местном музее. То, ну, вот, как-то они не очень охотно делились информацией по этому поводу. Был у них совместный проект с голландскими музейными работниками, который должен был закончиться публикацией всей коллекции. Но, как-то вот так вот частично она была, эта работа началась. Ну, как-то вот я так особенно не слышала про ее продолжение. На сайте этого музея тоже коллекция не выложена, поэтому, ну, как-то вот. А вот, что касается Ордена, в публикациях используется очень активно. Потому что, ну, как бы удобно. Фотография атрибутирована, каждый имеет свое название. Ну, авторство везде указано Орден. Вот под таким именем можно публиковать. Не знаю, все-таки рассчитываю, что в дальнейшем коллекцию будет более тщательно анализировать. Это поможет, может быть, и в атрибуции. Потому что если ориентироваться на названия, то они довольно часто являются ошибочными. Вот как источник этнографической информации тоже весьма сомнительный. Да, и потом существуют еще архивные документы, которыми в сибирских архивах, вот в узбекских, казахских региональных архивах. Архив Алексея Петровича Бахрушина, который он передал историческому музею, возможно, там тоже есть какие-то документы. Возможно, переписка его с Орденом, которые тоже могут служить каким-то источником информации. Ну, в общем, я считаю, что если возник интерес со стороны хранителей, музейных работников, то исследователей. Вот, надеюсь, эта работа будет продолжена, будут появляться новые сведения и документы, касающиеся Ордена. Вот, и вот как бы на этом, я думаю, можно закончить мое сообщение.